меня зовут Дмитрий Курочкин сегодня мы оснащаем чучела готовим их к охоте они были у меня до этого оснащены чуть по-другому вот этот способ я подсмотрел в америке когда были на охоте у Майка Миллера так были сделаны чучела мне очень понравилось я разглядел запомнил вот и купил все необходимое единственное у него там грузики чуть другие были у него были оливка круглые но я покажу как мы планы на птичку съездил купил 40 грузов по 100 грамм этот грузик в виде такого якорька в принципе может быть даже будет лучше хотя у меня сильного течения нету я охочусь и глубины там где-то до полутора метров где чучело я раскидывал вот значит купил этих грузиков 40 штук купил 60 карабинов потому что у нас 30 уток надо оснастить обжимных трубок я не нашел взял обычные гаечки на 7 дадим они а на 6 гаечка на 6 отлично она зажимает леску у меня леска миллиметр и 1 и 2 миллиметра толщина вот жесткая как бы я ее заказывал через интернет но и на птичке тоже можно было купить москве в общем я купил 60 карабинов 40 грузиков за это заплатил 1000 рублей все это дешевле но я думаю нигде не купить гаечки я не покупал он дима привез не по не знаю сколько они стоят 30 гаечек не помнишь сколько стоит 70 копеек гаечка ну 70 копеек вот гаечка она отлично подходит входит леска в нее и молоточком подбивается поджимается получается у нее же резьба внутри она еще клетки влепает резьба и вообще никуда не денется вот может быть даже лучше чем обжимные трубочки ну так начнем значит сначала мы делаем кольцо которое у нас будет крепиться на карабин для удобства переноски вот полностью отстаска выглядит таким образом я уже 6 уток сделал груз у нас скользящий длина полтора метра петля крепится на карабин на петле болтается вертлюжок с застежкой для того чтобы мы уток могли привязать на одну общую оснастку скажем глубине там 7 8 метров будет под нами мы можем бросить один груз с веревкой через петлю на эту веревку карабинами зафиксировать наши утки они будут висеть четко может в линии в зависимости от вашей фантазии как вы будете выстраивать но универсально то есть не надо их наматывать вокруг уток потому что леска она с памятью своей физически на уток намотаешь потом распутаешь суток там будет гармошка это которая будет путаться в траве а здесь все жестко то есть я взял их опустил в мешок этот шнур я обмотал или просто сверху положил потом памяти не будет иметь ну приступим к оснастке значит сначала продеваем гаечку мне на эту петельку на леску продеваем вертлюг с застежкой и остальное запускаем гаечку чтобы у нас петли были одинаковые на всех утках однообразные я на столе сделал отметку я не мерил и просто сделал на глаз вот одна рискова 2 я ставлю красть сюда и подвожу гаечку под эту отметку чтобы более-менее петля была одинаковая дальше у меня такая наковальна здесь сквалды я поджимаю гаечку важно не пережать а то леску можно перерубить этой гаечкой так поджать чтобы она вообще никаких движений здесь не имела лишку мы оставляем здесь миллиметр полтора как бы это роли нам не играет получилась такая петля который мы будем вешать на карабин дальше с той стороны с обратной мы запускаем грузик 100 граммовый грузики китайский поэтому некоторые грузики придется дырочки расшевеливать лесками толстая вот в это вот прошла опускаем грузик таким образом чтобы в конце у нас вот эта петля у нас будет на дне она большая с той стороны у нас утка вот эти вот якорь пирамидка это она была против натяжения то есть тянется она может зацепиться за что-то за коряжку там за заил за траву так будет лучше если мы его так поставим она будет проскальзывать но еще раз говорю это оснастки не с икорями как есть икоря люди отливают чтобы она цеплялась у меня достаточно этого если где-то я буду на течение я могу поставить и ногой и вжать в грунт если там каменистое дно то опять же сделать такую одну общую оснастку с двумя грузами типа перемета один груз второй нитка на петли уже уток вешать далее мы груз опустили таким же методом запускаем гаечку запускаем вертлю и делаем петлю получается у нас опять карабинчик здесь скользит и чтобы опять же было однообразно полтора метра вот покажи я отмерил здесь на верстаке я один край сюда ставлю и подгоняю второй рукой гаечку под отметку полтора метра все гаечку подогнал здесь вот полтора метра длина петля большая нам здесь не нужна я ее утягиваю здесь я безразмерно делаю на глаз примерно везде у меня одинаковые будут петли на глаз и зажимаю тем же самым методом опять же повторюсь не перерешать потому что можно испортить леску я делал длинные двухметровые поводки чтобы потом вливку можно было отрезать лески мне не жалко этой кто-то использует бельевую веревку кто-то шнур но вот мы охотились как бы я посмотрел мне очень понравился то есть здесь полтора метра поводок от груза до груза груз на скользящий скользит берем чуча рутина здесь карабинчик разжимаем и у нас на чучеле есть четыре дырочки на любую в зависимости от того какую сторону ветер и течение если есть или волна утка будет находиться зацепим сюда она будет так находиться по волне зацепим сюда она будет уплывать по волне зацепим сбоку она будет вдоль плыть то есть у нас возможности больше получается мы зацепили зафиксировали и что мы получаем то есть у нас груз скользит доходит до утки мы закидываем утку Утка у нас плюхается на воду И грудь пошел на дно То есть все элементарно А когда собираем Мы их собираем на такой вот Альпинистый карабин Щелк Мы можем их повисеть в гараже на хвост Они у нас в сумке Покажи какая Они у нас вот таким образом Стоят И как бы меньше стираются Чем они будут просто валяться в сумке замотанные И при транспортировке на лодке Вот такая вот оснастка Сейчас мы оснастим таким образом 30 уток Вот Наших В общем готовимся к охоте Всем удачи Если будут какие-то вопросы по данному Варианту оснащения Пишите в комментариях На моем канале Дмитрий Курочкин До скорых встреч Будем очень рады Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому